Ехать туда на работу, есть работа, выходит, что у меня 4 талона на 1, а мне всего 2 походят. Я еду на 4. Поближе на кафе, то есть туда. Ну да, ну смотрите, здесь мы ехали на 4. Я еду с Елшанки. С Елшанки на Вольскую 6. На скольки я должна ехать транспорт? На 2. Значит, я еду до вокзала и с вокзала я сажусь на 15-й. Это одна поездка утром, но я с работы должна тоже вернуться домой. Но дело в том, что от привлечения уже поездка у меня. Ну мне не хватает 150 рублей, мне не хватает на месяц, чтобы на работу ездить. Это то количество, которое вам нужно дать. Которые дали. Ну а так, в принципе, в принципе, ничего не меняет. Это отрывает талончик, понимаете, это точно. А это вот она тверденькая, я ее в кармане в сумке держу. Впереди были машины дорогие, они ехали просто по рельсам. А ей надо этот терминал переключать. У кого карта платежная? Ну отвлекает, не водит. Отвлекает, конечно, это очень опасно. То есть разные карты, льготные, платежные? Конечно. Ну надо как-то, я не знаю, я не знаю. Либо кондукторов каждый могут посадить, чтобы кондуктор это делал, но не водитель. Это опасно. Хорошо, я понял. Там якобы на этом билетском отрывок. Но вот водитель вот этих автобусов, вы видели у него там какая ленка из терминала? Он вообще не означает, чтобы каждый мог билетик. Вот на таких муниципальном транспорте там на самом деле водитель и кондуктор каждый на талон дает. Потому что... Чтобы можно было проверить остаток. Оказывается, да, там остаток написан. Я даже и не знала. Не остаются высочек. Любовь новой системы, она чревата какими-то небольшими шелтоватствами. И вот эти вот проблемы или вопросы, которые возникают сегодня у наших работников, они снимаются. В том числе рядом разъяснения, которые мы вместе с Минтранспорт даем. В этом году мы объявили конкурс в Минтранспортное развитие на Минтранспортное развитие на Минтранспортное развитие. Сегодня мы этого добились. Льготная транспортная карта внедрена. И с 1 ноября начинает торчиться. Сегодня пользуются 160 тысяч наших граждан. 144 тысячи граждан уже получили льготную карту. Активировали их практически 90%. И уже на сегодняшний момент почти полмиллиона, это порядка 500 поездок уже по транспортной карте совершили. Поехали. К удивлению, как бы никакого такого негатива не было. Особенно вот по льготному транспорту. Действительно, кого мы здесь встречали, кто получил льготную карту, как бы удобно, лучше, чем талоны. Но единственное, у них вопрос был, мы не видим, сколько у нас поездок осталось. Но мы объяснили людям, что надо не только поднести карту, но и дождаться талона, а осталось в чеке. А в чеке уже все видно, сколько поездок у них досталось. Где можно посмотреть, сколько осталось поездок на билете? На чеке при оформлении проездного билета указывается остаток поездок, оставшихся на транспортной карте. В маршрутах в данный момент у нас все-таки нет валидаторов. И примерно срок, когда могут они появиться. У нас точно известно, на каких маршрутах нет валидаторов. Они все у нас есть, перечислены. Это порядка ста с небольшим валидаторов. Всего, чтобы вы понимали, у нас будет выдано тысяча, сто валидаторов. Вот где-то там десятая часть из них сегодня пока не выдана. Но этот вопрос решен СРСМ. Это зависело от того, что перевозчики долго заключали соглашение. Они соглашение с СРСМ заключили некоторые даже в начале ноября. После этого, после заключения соглашения, был технический паспорт заполнен и прошивка валидаторов. До 20 ноября текущего года все 100% валидаторов будут установлены. А вот до 20-го числа что делать условному льготнику, который зашел на какой-то автобус, а там нет валидаторов? Что им делать? Мы со всеми перевозчиками, буквально со всеми, у кого сегодня нет валидаторов, договорились об одном. Что все льготники при предъявлении льготного установления льготника или транспортной карты будут обеспечены бесплатным проездом. Последствия Министерства районной защиты компенсируют по нормативу этим перевозчикам. Вот я насколько знаю, есть горячая линия, куда можно пожаловаться на случай скандалов с картами. Можете сказать примерно сколько звонков туда поступает в последнее время и какие частые жалобы возникают? По количеству звонков я, наверное, сейчас вам не скажу. Я только скажу одно, что они снижаются каждый день. Конечно, мы в начале ноября имели максимальное количество звонков. Но вы знаете, половина вопросов были сняты из-за того, что человек просто не мог пользоваться транспортной картой. Например, он ее не активировал, не пополнил и предъявлял на уплату. Другие вопросы, которые были связаны в том числе с грубым поведением самого водителя. Потому что мы столкнулись с проблемой, когда не только сам льготник в какой-то степени пока еще не разобрался, но и нежелание иногда водителя, именно нежелание водителя, значит, применять транспортную картку. Мы сегодня с вами были и видели, насколько водитель торопится, насколько ему нужно быстро, значит, успеть встать впереди идущего автомобиля для маршрута. Ну, вот эти вот нервные какие-то вещи, они влияли в том числе, значит, и... Наверное, по жалобу водителя может сказать, это министр транспорта, как я понимаю. Ну да, вы знаете, мы, я хочу сказать, очень совместно с министерством транспорта, ежедневно в контроле все... Мы у себя создали общий чат, в котором отрабливали все по соцсети все вопросы и в течение часа их отрабатываем. Большое спасибо водителям на то, что вот у них валидаторы либо не работают, либо, может быть, скандалы с пассажирами возникают. Поступают ли такие жалобы? Не то, что жалобы. Мы два раза в неделю собираем всех основных перевозчиков. И собираем информацию, буквально вчера мы с руководителем, с министром соцзащиты проводили совместное совещание. И вот эти вопросы все обсуждали, как бы, разговаривали с подрядчиками сервиса, на что основные жалобы. Ну и сейчас неудобно, еще некоторые не перешли. У них Газпромовские были терминалы, они еще поставили дополнительно Сбербанковские. Здесь вот люди начинают путаться, вот сейчас перейдут они на один терминал, тогда будет удобно. Спасибо. Все заключили, да? Некоторые поздно заключили. Но тогда сколько не получили валидаторы? Ну если ситуация меняется, понимаете, каждый день. Я даже вот сейчас в онлайн режиме люди сидят прошивают терминалы и отдают те, кто у нас заключился после первого числа уже. Поэтому их процент, ну, совсем незначительный остался. То есть у нас, грубо говоря, 60 перевозчиков, которые на сегодняшний день заключены. Мы там порядка уже около 50, они уже имеют терминал. И вот это вот десятка, там, 13 перевозчиков, которые были позднены с 31-го тере после первого числа, вот они, собственно, у нас и идут сейчас вот в плане того, что ЕГИ сейчас прошиваются. Ну и последний такой вопрос. Я, насколько вчера помню, вы говорили, что есть некие проблемы с терминалами в плане того, что они быстро разряжаются. Ну, дело в том, что это тоже вообще, на самом деле, достаточно относительно все. Потом, вы же понимаете, система настраивается. У него, например, может быть, у терминала включен GPS-приемник по постоянной основе. Но вы едете, если с навигатором, с смартфоном, вы знаете, как смартфон будет разряжаться. То же самое происходит здесь. Вот эти все настройки нужно постепенно отработать, чтобы это понимал каждый водитель, каждый перевозчик, диспетчер. Тогда будет все нормально. Тихонечко эти проблемы снимаем. Где-то экран не ставят в спящий режим, он горит постоянно. Ну, терминал это, по большому счету, устройство чем-то похоже на смартфон. Он работает на системе Android. В общем, точно так же принцип работы операционки очень похож. Поэтому, если телефон у вас бесконечно включен, он, конечно, будет разряжаться. Если он будет уходить в спящий режим, соответственно, разряжаться будет хорошо. То же самое и здесь. GPS-приемник надо включать. Нужно спящий режим настраивать. То есть идет просто оплата системы, привыкание к пользованию этих терминалов. И постоянно эти вопросы будут сниматься. Большое спасибо.